В областном правительстве 1 марта прошло под эгидой Дня немецкой экономики. Первым делом губернатор Сергей Морозов провел переговоры с немецкой делегацией по расширению сотрудничества. Ульянов с деловым визитом прибыл директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. Мы заинтересованы в развитии наших отношений только в плане экономики. Вчера мы с нами говорили о том, что мы хотели бы развивать наши сотрудничества и муниципальные на региональном уровне. Мы заинтересованы в сотрудничестве и из Баварии, и из Аксунии, и Бадену-Берденберг, и многими другими территориями. Мы планируем обратиться к Российскому германскому форуму с институтом проведения одной из конференций здесь, в Ульяновской области. И, конечно, будем обращаться к вам за поддержкой. Сегодня в регионе работают сразу несколько высокотехнологичных немецких предприятий. Среди наиболее крупных из них заводы ДМГ «Мори», «Шеффлер», «Жакейпластик», «Хенкель». В целом на заводах работают свыше двух тысяч ульяновцев. Стороны подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве, а значит, это новые инвестпроекты на миллионы евро и налоги. Очень много дальнейших планов, и именно так как все немецкие предприятия заинтересованы в увеличении своей доли локализации в таких индустриальных областях, то я думаю, что здесь очень хорошие перспективы именно увеличить цепочку добавленной стоимости на территории Ульяновской области. На встрече был подписан еще один официальный документ – соглашение о создании новой производственной площадки. Таким образом, в ближайшее время в портовой особой экономической зоне появится российско-немецкое предприятие по производству пластиковых деталей для автомобильной промышленности. Партнером выступит всемирно известная немецкая компания «Рейвен Групп». Проект, мы считаем, относительно небольшой, предполагает вложение около 200 миллионов рублей. Мы планируем организовать в ближайшее время, в кратчайшие сроки, может быть, 2-3 месяца, производства по выпуску пластиковых деталей для автомобильной промышленности на территории индустриального парка в портовой особой экономической зоне. В конце встречи представители Ульяновской и немецкой страны обменялись памятными подарками и выстроили планы на ближайшее сотрудничество. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова